Всем привет! Вы видите и слышите Алексея Халецкого. Это значит, что вы на канале Лёша Играет и смотрите продолжение партии Замопущи в Сидмерс Цивилизацион 6 на уровне сложности Божество на 20 цивилизаций и самое главное на стандартной скорости. Такого ещё никогда не было на этом канале. На стандартной скорости играем всё намного дольше, в общем-то, в два раза, чем обычно. Спонсоры канала все серии видят сразу во вкладке сообщества. Для всех остальных раз в день появляются. А если вы случайно отклились на это видео, то лучше перейти к первой серии. Ссылка есть в описании к этому ролику. Ну и ещё раз напоминаю о клипах. Пожалуйста, не забывайте к серии делать клипы и ссылки на клипы бросать в комментарии к этой серии. Я потом сделаю мелкое видео из всего этого. Итак, Мапучи наконец-то вышли в Золотой век. Они работали и в Древнем мире, и в Античности, и в Средневековье, чтобы этого достичь. И, наконец, возрождение Золотой век Мапучской цивилизации. И никого более. Обратите внимание всех, кого мы встретили. Никого более. А вот что взять? Монументальность за веру покупать поселенцев и строителей. Ну, кстати, интересно. С другой стороны, как бы, уже куча всего обработано. Я бы хотел вот здесь, например, поставить город. Вот. Но ради одного поселенца я за деньги и так его могу купить, на самом деле. Да? Дальше что у нас есть? Ну, и скотт евангелистов точно нет. Здесь живут драконы. Ну, вот реформа денежного обращения ещё. Наверное, всё-таки реформа денежного обращения. Мне кажется, капает вера, но я лучше её потом на какого-нибудь великого человека потрачу. И даже, может быть, не потом. Флотоводец. Нет, этого флотоводца не хочу. Торговец. Мимар Синан. Кстати, этого торгов... Скорее всего... Ну, я пропущу его скорее. Ладно. В любом случае, взяли уже реформу денежного обращения. Так. Сейчас я хочу с японцем мир заключить. Он мне уже предлагал. Но сначала по максимуму войска поубиваю. Чтоб ему жизнь мёдом не казалась. А то ему, мне кажется, кажется жизнь мёдом. А она не мёд. Она страдания. Так, давайте, наверное, вот так поменяемся местами. Отсюда... А, блин, я, кстати, могу ещё раз арбалетом пострелять. Там уже двойная... Двойной ход у меня. Так. А, блин, так у меня рыцарь умрёт, между прочим. Чёрт. Ну, видимо, стоит предлагать теперь мир. Он мне предлагал во время своего хода, но... Я хотел сначала ему юниты поубивать. Так. Ага, селитрун не хочет давать. Жаль. И города никакие не хочет. Ладно, а что насчёт шедевров? Не хочет. Ну, никакие рессы мне, в принципе, не нужны здесь. У него... То есть у меня всё то же самое, что и у него. Не знаю, лошадей. Давайте тогда что ли заберём. Какое-то количество. Всё, это максимум. Ну, давайте. Принимаем. Тем более он не мне войну объявлял, а инку. Хай с ним и воюет. Теперь мапучи в золотом веке время развития. Так, тут чимамюль я хотел поставить. И пошли искать другие цивилизации, наконец. Австралию мы нашли. Надо и другие цивы встретить. Нашими каравеллами. Так, здесь торговую республику берём. Тоже олигархию пора заканчивать. Мы уже навоевались. Бонусы от соседства промышленной зоны оставляем. Здесь учётные банки, наконец-то. Министерство околон, плюс 15% на всех континентах, кроме того, где находится ваша столица. Только один город на другом континенте, судя по всему. Каждый губернатор, две лояльности. Тоже нафиг. Ну, кстати, на шпионов можно взять. Давайте. Чтобы они быстрее построились. Так, олигархическое наследие пока мне не надо. Что сюда возьмём? Содержание юнитов. Да, мне так денег дофига. Ресы тоже не нужны. Довольство в городах с гарнизоном. Интересно, но пока я юниты-то не расставил на города с гарнизоном. В поселенце я куплю просто. Так, соседство кампуса стоит. Промышленные зоны стоит. Новые строители, два действия. Ну, опять же, золота не хочу. Чудеса. Да, я может реально к жилью взять? Хотя у меня просто города медленно растут и без особого жилья. Ладно, давайте, наверное, квартал Медины возьму пока. Так, это я открыл дипломатическую службу сейчас. Красс шпионов будем создавать. Ну, пошли. Не знаю, храм. Можно, кстати, открыть, чтобы храмы построить. И там гурдвары. Давайте, кстати, я могу веру как раз на гурдвары. Давайте вот теологию открою, а потом в меркантилизм пойдем. Все равно я в теологии ничего менять не буду. Дальше. Замки тут открылись. Картография. Ну, в индустриализацию, я думаю. Опять же, в развитие играем. Через массовое производство. Две верфи тоже надо будет. Тут универы. Кстати, что с великим ученым? Могу ли я как-то получить великого ученого? Не. До великого ученого далековато. Так, и тут меркантилизм ждем. Так, сколько у нас стоит купить посела? 800. Так, давайте я вот в этом городе его куплю. Не хочу в этом, потому что здесь 7 жителей, а тут 10. Это я как раз строю район. Я сейчас куплю, уйдут жители, и мне придется заново отмениться строительство района. Или в Женеве. Давайте в Женеве, кстати. У Женева поближе будет. Покупаем тут посела. Сюда пойду город ставить им. Так. А, кстати, я еще думал Шенгетти захватить. Ну, я просто смотрю, что он все-таки будет по лояльности отваливаться постоянно. Ну, и с Шенгетти мы сейчас мир заключили. Конечно, у меня тут тварь разграбила несколько караванов. А именно два. Но пока мир. И, наверное, поскакали этим парнем сюда. Соберем руинку. Здесь, наконец-то, на бананы эту клетку выкуплю. Ремонтируем камень. Давайте юниты расставлять по городам для гарнизонов. Рыцарь, как быстрее всех, бегающий там всадник будет. Давайте в Илья новый запихнем этого рыцаря. А этого рыцаря в певен. Я хочу поставить на гарнизоны, потому что дополнительное счастье никому не помешает. Так, эти все похожи. Окей. Достаточно жилья в Наге. Ну, он, собственно, и не растет. Мир, мир. Да, в курсе, что возрождение. Все, так, чиним сахар. А, тут разлив. Разлив реки был, поэтому сама тут надо, видите, тоже дамбу ставить. Гифу отвалился. Блин, гифу отвалился и убил меня. Фак. Ну, давайте, кстати, попробуем теперь захватить. Но то, что он мне убил арбалетчика прокачанного, это фейл. Так, поехали. Пусть он, пока не знаю, подумать надо, где конкретно город ставить в этой клетке. Черт, когда я, главное, нападал, гифу не отвалился. Как только я мир заключил с японцем, гифу отвалился. Ну, что это за... Подстава от игры. Да, тут надо будет осадную башню использовать. Давайте отойду от... Сколько... А вообще он к кому присоединяется? Вообще-то он ко мне присоединяется, кстати. Так что, в принципе, можно и не атаковать его особо. А почему Чимомюль тут не... Да вы прикалываетесь. Еще какие-то особенные места... Позволяет Чимомюль? Ну. И почему нет? Ну, это что-то неправильно. Еще и не везде этот Чимомюль можно построить. У меня и так престижа нету. Особо. Я думал, хоть здесь он что-то будет давать. Зря ферму убрал. Не, ну это... Не написанное, что нельзя, например, на пойме ставить. Ну что, мне вот сюда вместо шахты идти делать, блин. Так, тут покупаем клеточку. Дорого стоит, но... Но оно того стоит. Потому что это рост городу. Так, теперь купим с серебром клеточку. Надо обработать кампус. В наге построен. Дамба 13 ходов. Блин, я бы построил. Давайте дамбу. Потому что у меня тут реально много заливает всего. Есть библиотека. Центр коммерции. 2, 2, 1, 2. Промышленная зона. 3. Но опять же, уходит еда тогда, да? Ну что, и дамба тут даже строится. Нет, тут дамба долговато. Так, что с акведуком? Тоже только там. Ну, смотрите. Я могу, например... Например, выкупить эту клетку здесь, дамбу поставить. Так, чтобы еще соседство для этого города было в промышленной зоне. Акведук. Например. Все равно... Не, я могу, кстати, акведук здесь, дамбу здесь. И тогда здесь будет на плюс 5 промышленная зона, да? Может ли начать тогда промышленную зону здесь пока на плюс 1? Кампус есть и так. Просто производства маловато, поэтому я думаю, что надо все-таки сначала с промышленной зоной, а потом акведук, например, сделать. Так, это я открыл, чтобы храмы строить здесь, священное место. Не меняю ничего в политике. С мини-ликом. Я бы, наверное, не дружил с мини-ликом. У нее не очень... Я бы вот дружил с этого континента. Я думаю, у меня куда-то будут тут добегать караваны потом. Можно там союзиться. Панталаса. Океан Панталаса. Что, интересно, за океан такой? Да, ну и у нас уже две цивилизации уничтожены, причем чисто на нашем континенте. Кхмеры и Нидерланды. С Нидерландами я даже не встретился. Так, кто у нас тут будет? Бразилия. Или это... Мне кажется, Бразилия, да. Так, большая честь познакомиться с вами. Что у Бразилии? 161 наука. Ну, не удивлен. И он третий по техам. Но всего на 5 тех меня опережает. Это... Нормально. Ой, я не дружбу хотел, а. Торговать ресами. Есть красители. Отлично, принимаем. Кстати, давайте посольство к Инку отправим. И на всякий случай к Эфиопу. Так, окей, тут бразильцы у нас. О, тут Александр Македонский, судя по цветам, будет. Лечимся. Меняемся местами. Подходим потихоньку. У нас плюс 10 от вольного города, но все равно потеря... Потеря очень неприятная. Так, тут, наверное, давайте вот сюда всадника поставим. Ну, я гарнизоны по городам располагаю. Есть шпион. Есть шпион. Можно еще будет шпиона построить? Нет. Пока нет. Сто торговцам. Ну, значит, посмотрю, какие тут еще города... У нас Куритиба и Наверное, в Канберу надо будет. Сейчас глянем, конечно. Ну, вообще, маловато. Нету и вообще центра коммерции ни у кого не вижу. Ну, давайте все-таки, блин, Куритиба. Может, в Одисабебу хотя бы. Низковатые шансы. Ну, а и тут везде такие. Безразведывательного управления... Нам разведывательное управление надо построить. А, ну, давайте, наверное, в Куритибу. Или, подожди, давайте подержим, посмотрим. Сейчас еще откроем другие цивилизации. Может, там получше будут города. Пропустим ход пока. Давайте торговцы. Нам два этих надо восстановить. Есть промышленная зона. Тоже три хода торговец. Два каравана как раз надо построить, которые разграбил Шенгетти. Интересно, до Австралии добивают? Да. Из Певена и Уильи надо отправить самое больше всего денег дают. Хотя в Куск тоже дофига дают. Не, наверное, все-таки в Куск и буду отправлять. Там 20. Так, из Уильи и... Блин. Из Уильи и Вимай опоры надо будет отправлять. Так, давайте города откроем. Сальвадор Дебайи. Как насчет открытых границ? Однократно три золота, соглашусь. Так, давайте встретим Александра. Как у него? У него слабенько. Что насчет ресов? Чая дофига. Отлично. Ну и надо, наверное, тоже открытые границы с ним. 12 уже золота. Ну, тем не менее. Примем. Так, вот теперь. Пела Халки Дики так себе. Куритиба Сальвадор Дебайя так себе. Блин. Ну, подержу еще шпиона. Не знаю. Не хочется... В никуда отправлять. Не хочу тропические леса вырубать. Честно вам скажу. Так, пойдем-ка крабов обработаем. А вот этих крабов, кстати, вот этому городу передадим. Потому что это четвертый радиус уже. Он просто... Анхардхом не обрабатывает их. Так, пропускаем. Лечимся. Сидит рабочий японский. Интересно, а если я захвачу этот город, он мне достанется или как? Или я войну в Японии объявлю автоматом? Че, городу нужна пища? Это вроде норм все. Ну, кстати, можно переключить на пищу. Он тут вполне может вырасти. Кумари-Кандам новый континент. Лавразия новый континент. Ну, я надеюсь, в эту эпоху встретить все оставшиеся цивилизации. Инки осудили Россию. Согласен. Убивают там немцев русские. Выселяют из Кёнигсбергской области, чтобы в Калининград переименовать. Хочу всей цивилизации встретить и кругосветку сделать. Будь здорова. Так. Давайте. О, шоколадные холмы открыл. Тут шоколадный король, короче. Короче, Александр Македонский в шоколаде тут. Он все... О, научная ГГшечка. Под союзом Александра. И Корея. Вот Корея одна из лидеров должна быть по науке, видимо. Давайте смотреть. И Гильгамеш еще здесь у нас. Красивый качок. А только силу кто-то захватывает. А кто? Нет, наверное, кстати, пустынная... Нет, Александр и Бразилия, кстати, нападают. Пытаются пилить. Давайте смотреть, кто из них... Даже Гильгамеш дальше находится по науке. Ну, очевидно, что впереди Вавилон. Просто тут... Ну, я от второго места на 9 науке отстаю. Не так уж и плохо. Но, правда, вход приличный я отстаю. Но... В целом... Ага, смотрите, с Гильгамешем чем мы можем торговать? Ничем. Что-то у Гильгамеша вообще нету ресов. А скорее... Тоже ничем. Ну, жаль. Очень жаль. Кстати, по-моему, с Гильгамешем можно сразу дружбу заключать, да? Отлично. Давайте тогда сразу посольство. Гильгамеш... Шумера единственная цивилизация при игре с компьютером, которая сразу позволяет заключать дружбу. Это, ну, какая-то особенность, явно прописанная. Он самый тут дружелюбный, типа. Поэтому воспользуйтесь. Вот, у Таикучи теперь отваливается в сторону... Испанца. Почему? Шоу Инка, что испанца нормальный век. Странно. Может, он в мою пользу отваливается? Как у меня золотой век. Кстати, Гага отваливается. Кстати. Так, слушайте, я сейчас закончил войну с японцем. Сейчас просто города заполучу его так. По лояльности. Кайф. Так, вот... К Гильгаме... Нет, это мой город. Блин, почему нету в Уруке... Центрик... Ну, наверное, в Урук все-таки отправлю. Давайте. В Урук отправим. Так, тут останемся. Амбар завершен. Рост. Промышленную зону. Надо закончить, потому что тут стоял юнит Шенгети. Добрый друг из... Один ход прошел всего лишь. Уже добрый друг и союзник. По-русски маяк. Неизвестный игрок. Так. Вот это не очень приятно. Может мне сначала летучий отряд завалить? Подожди, а тут у нас... То есть, если я встану сюда лучником, я вот про это спрашиваю. Смогу ли я два раза обстрелять его? Смогу. Раз и два. Просто, чтобы... Не мешался. Нгулу мастерская. Блин, может уже дамбу строить? Или пускай растет еще. Мне надо 4 хода, чтобы он до 10 вырос. Просто тут, видите, еды. Видите, у меня дамбу надо именно здесь ставить. Поэтому давайте универ как раз. После универа можно будет и дамбу построить. Вимаяпура. А мы тут смотрели... Как раз в куска надо, да, отсюда отправлять. И из праихвея в куска надо будет отправлять. То есть, вот отсюда. Чимамюль, надеюсь, там поставить. Так, тут вверх, видимо, поехали обратно. В Кахоке мастерская. 8 производства. Что с кампусом? Тут есть плюс 3. Давайте, наверное, развлекательный комплекс в Кахоке. Очень тут, мне кажется, в тему зайдет. Так. Универ могу за веру купить. Ну, я, наверное, гурдвары бы оставил. Деньги. А не деньги, а веру. Именно гурдвары бы за веру покупал. Что там, я забыл, кстати, гурдвара дает. А, вера и пища. Нормально. И жилье. Это, Катя, прикольно. Давайте священное место починим. Потом кампус. Тогда что нам здесь делать? Город пускай растет по максимуму. Ну, давайте универ просто строить тогда. Деньги нам тоже понадобятся еще. Я думаю, что я вот этими тремя юнитами должен гифу и так взять. В принципе, на гуманизме я поставлю карточку на гарнизоны. Принимаем посольство шумера. Надо посольство в Россию отправить, но дружить с ними не буду. Просто, чтобы инфу получать. Грабить, не грабить. Нет, встану в укрепление пока. Так, отсюда вкушка. 280 денег. По-моему, неплохо. Наконец-то чамамюль могу поставить. Ну, по-моему, очень странное улучшение. Как вы считаете, напишите в комментариях. Ну, имхо очень странное. То есть, оно не особо крутое, чтобы прям стремиться. Я вообще скажу прямо, в шестой циве довольно мало крутых, уникальных улучшений. Чтобы вот прям хотелось их ставить. Шесть производства. Наверное, акведук давайте теперь. Это больше даст мне производство, чем мастерская. А именно четыре производства даст. Так, там с сандок кто-то замирился. Из атакующих. Александр. Кстати, а есть ли у него... Когда они города чужие захватывали, давайте глянем. Шумер. У Шумера все его города. Австралиец. Тоже все его, всего лишь четыре города. Корея. Тоже все его. Македония. Халкидик. Нет, это все... Это все тоже его. Средо того, они не особо воевали друг с дружкой. Бразилия. Тоже все бразильские. Да. На этом континенте... Сколько мне еще надо встретить? Раз неизвестный. Два, три. Четыре, пять. Еще пятеро неизвестных цивилизаций, не встреченных мной. Пройдемся по городам. Тут нарост стоит. Все верно. Производство, рост. Нарост надо поставить. Пускай растет. Все верно. Тут чисто производство. Рост. Хотя тут, я смотрю, уже все клетки обрабатываются. Может отдать курить кахоке какую-то из этих... Ладно, потом. Рост. 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 Ну все, все верно по городам. Радосты, что великие умы мира подпочитают нашу империю вашей. То есть ему больше великих людей, типа, достается. О, Бизантия. Бич врагов. Большая честь обвиняться столицами. А, вон он где. А где мы встретились, интересно? Так. Теодор Рузвельт объявил... Америка объявила войну России. И Филипп объявил войну России. Ну, Америка, по-моему, тут слишком... Она, по-моему, где-то вот здесь находится. Поэтому не знаю, как там с Россией воевать. А вот Филипп, да, рядом с Россией. Так, что у нас с Византией в плане ресов? Ничего. Зато можно в Корею отправить постоянное посольство. В Россию постоянное посольство. В Эфиопию мы уже отправили. Ну, вообще нам и СК Хокки нормально на 23. Так что, продолжим. Так, и тут вкушка. Ладно, протакуем. Может, тут проплыть друг это... О, Кумаси встретил. О, а вот и Хамураби. Вот это меня больше всего интересовало. Как там Вавилон? Так, и Португалия. Так. Ну, у Вавилона мало науки, я понимаю, но это... А, слушайте, он не первый. Вау. И он даже здесь не впереди. Слушайте, а кто ж это тогда так божит по... Я вроде все научные нашел уже. Шумера, Бразилию, Корею и Вавилон. А кто тогда божит по науке? Охренеть. То есть я две цивы еще не встретил только. Причем лидеров и по научной, и по культурной победе, и по религиозной. Ладно, что у Хамураби торговать? Есть ртуть и соль. Просто согласен практически все свои резы отдать. Молодец. А с... Кого мы сейчас встретили еще? А, португалец. А у португальца ничего нету. Хорошо. А шумеру можно кинуть? Посольство. Можно. А испанцу? Можно. А византии? Тоже можно. Александру? Отлично. Все, кто его неприязнен, вот к ним не получится. Посольство, чтобы больше инфы получать. Так, хорошо. Давайте проверим Хамураби и португальца на города. У него все вавилонские города. Типично у Хамураби. А где Португалия? А, вот, первое. Вообще два города, блин. Может, у Португалии кто-то захватил как раз города? Или у него места не было? Ну вот там португалец граничит с кем-то неизвестным еще нам. Возможно, вот этот неизвестный захватил его города. Храм. Так, ну давайте решать, где мы хотим. Надо, сейчас еще следующим ходом надо решать. Мы-то все вот эти наземные клетки точно захватим? Вопрос, чтобы как можно больше морских клеток было захвачено. Где поставить город? Ух ты. Пять клеток повреждено. Черт. Так, ладно. Сначала с этим островом. Давайте смотреть. В каком месте мне ставить, чтобы в трех клетках... Например, если я сюда ставлю. Раз, два, три, четыре, пять. Пять резов. Так? Если я сюда ставлю. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть тоже. Ну, наверное, мне, кстати, сюда больше нравится. Именно из-за того, что я черепахи достану. Черепах достану. Достану. Ну, должен, вроде, захватить следующим уходом. Там, конечно, зависит от того, как поработают арбалеты. Колумбия. Так. Колумбия обычно от... Хочется сказать, Колумбия обычно отстает, но здесь она просто в лидерах во всем. Охренеть. Вот это поворот. 40 тех, у меня 3. На 10 тех опережать. 195 науки. Ничего себе. Лоха. Не лоха, а леха. Лоха. Или, может, он а лоха хотел сказать? Или, видали мы лоха, а тут не влезло? Не знаю. Не знаю. Так, постоянное посольство давайте. Гипсом поторгуем. Ну, и, кстати, по городам что? Аютхай эту МГГшку захватил. И все, все остальное это его города. Да, удивлен. Ну, у меня еще одну циву я только не встретил. Союз с почекутоком надо продлить, конечно же. Да ладно. Ты прикалываешься. Смотрите, какие плюсы. Но он, скорее всего, следующим ходом сам мне предложит. Дружба. Ну, это я кучу сейчас ресов теряю из-за этого. Не ресов, а еды и производства. Ну, на один ход ладно уже. Можно потерять, да? Так, вот здесь пока одно производство. Странно. Почему тут так мало... ...жилья? Тут амбар построен. Губернатор сидит. Что-то странно. Два жилье, здание, два вода. А почему я от губернатора не... Подождите, я что построил? А, сломали правительственную площадь. Вот тут сломалась правительственная площадь. Собственно, зал для приемов сломался. У меня перестали губернаторы работать. Надо ремонтировать срочно. Так, кампус. Чиним светилище. И храм буду... А сколько у меня вообще, кстати, святилищ? Города. Вообще, надо прибыль, наверное, было открывать. Нет, ресурс... Нет, подожди. Как это мне... А, давайте так проще смотреть вот на эти иконки. Раз, святилище. Два. Три. Четыре. Четыре святилища. Вот во всех них надо построить храмы и гурдвары. И пораспространять вообще, мне кажется, неплохо было бы. Здесь какого-нибудь апостола. Промышленная зона на плюс десять. Кайф. Храм строим. А потом уже все там. Универы. Вот это вот все можно покупать за веру, когда гурдвары будут. Жалко, что я не могу укрепить дальше синтоизм. Вообще никак. Но меня устраивают вот эти верования. Что я распространю бывшую религию кхмеров на остальные города. Кумаси захватили. Я успел его встретить. Так, вот теперь я хотел поставить вместо вот этого два жилья на вассалов. Счастье сейчас важнее, чем жилье. Так, что у нас тут с гифу? Или не берется? Да нет, наверное, должно взяться. Сейчас я один... Я не буду сейчас брать. Да, забираем. Ну это потому, что плюс десять против гифу. Ну я, наверное, оставлю тогда, раз он не отваливается. Почему нет? Даже монумент, наверное, просто куплю. Кампус, конечно, никакой здесь. Так, хай растет. Город. Давайте, наверное, купим строителя даже. Вот прям купим. А строить будем амбар тут. Купим, чтобы отремонтировать эти фермы. Так, арбалетчика следующим ходом проапгрейдим. И можно, наверное, выдвигаться в сторону Гааги. Она следующим ходом отваливается. Будем ее забирать. Опять же, плюс десять. У вольных. Городов у меня. Так, маяк. Или опять же купить маяк просто. Четыреста восемь. Давайте купим. А, строить будем тут храм. Тут храм строим. В Кахоке арену строим. О, дамбу завершили. Зашибись. Восемь производства. Ну, наверное, торговцы. Там маяк закончили. Шестьдесят веры. К гурдварам. Само то будет. Так, возвращаемся. Канем домой. Тут высаживаемся. Город ставим. Тут давайте-ка открытые границы еще и с австралийцем. Ну, ладно. В принципе, два золота в ход. За то, чтобы быстрее открыть все. Не так уж и много. О, блин. Тут не проплыть. Жаль. То есть, мне надо сюда кого-то отправить. Может, где-то еще каравеллу построить тогда. Ну, в принципе, у меня со всеми очень неплохие отношения. Надо ко всем... А, блин, надо... Забыл. Союз надо с почекутоком... Оформить. Нет, это неинтересное предложение. Я кучу денег теряю и кучу... И да и... Слушайте, а у компьютера вообще с кем-нибудь еще союзы есть? То как-то компьютер не особо в союзы любит с другими компьютерами. Ну, конечно, там друга ненавидят с другой стороны. Так, почекуток. Союз экономический устраивает. Это меня устраивает. И-нибудь еще ресы? Нет, нету. Серитру продаж? Нет, не продаж. Больше торговых путей можем создавать. Так, к Симону Боливару мы уже отправили. Союзов у него ни с кем нету. К Хамурапи посольство... Да, вот у Хамурапи есть два союза. Окей. К австралийцу давайте посольство. Испанец со всеми вообще не дружит. Кроме меня. Россия тоже самая. Инк с кем-то неизвестным дружит, между прочим. С последней не встреченной... Так это, может, последняя не встреченная цивилизация на моем континенте? Посмотрите, из компьютеров в союзах только Хамурапи. Получается... Бразилец и Александр Македонский. Нет, ну тут, когда они приязни, они не будут посольство давать. Всех остальных вообще нет. Причем они все... Они втроем именно между собой в союзах. Это у них тройственный союз. Хм. Тройственный союз. Опасненько. Опасненько. Два золота в ход. Может, я лучше однократно больше дам? Ладно, давай так. Кстати, японский... А там, наверное, все-таки вот этот город... Японский рабочий вот ведь и сюда ушел. Думал, может, он его захватил. Так, этим тоже поедем потихоньку. Сюда. Апнусь без карточки, да. Ну, просто надо апнуться. И этим поскакали сюда. Пока вассалы не будут работать. Новейший город вашей империи. Другие государства смотрят на него с завистью. Сразу покупаем строителя. Сразу покупаем монумент. И амбар. А начинаем строить гавань. Жаль, проплыва нету. Придется ждать... Таяние льдов. Певин нуждается в дополнительном жилье для развития. Ну, это пока вот это строится. Даже не буду ничего менять. О, больше торговых путей. Больше торговых. Там еще не заканчивается эпоха? Нет. Да, конечно, я поражен, что впереди Колумбия по науке. Вот это просто не... Очень... Очень необычно. Интересно, а могу я создать инквизицию на веру, на религию, которую не я основал? Наверное, могу. Я сейчас, кстати, все равно апостола буду покупать, когда храмы построятся. Я там посмотрю, будет ли кнопка основать инквизицию. Ой, осуждает меня японец опять. Ну, японец тут... Где он? Вон, 97. Ну, правда, у меня тоже немного, 128. Тут 200 вон у Колумбии. Так, верфи построены. Надо будет верфи строить. Блин, это я, кстати, зря убиваю юниты, потому что это на лояльность влияет. И он быстрее опять к японцу присоединится. И надо будет, наверное, просто атаковать город этими кавалеристами. Не, ну этот хай стоит тут уже далековато. Подходить. Наверное, сначала обработаю холм, который город обрабатывает. Хатусы еще появилось. Да, у меня 6 послов, но я пока думаю, куда их отправлять. Блин, а не появилось тут конец новых городов, где есть центры коммерции? А вот, Византия. Сколько? 186. Петербург. 264. Вавилон. 354. Давайте в Вавилон. Пока никуда послов не отправляю. Так, в Нгулу универ и 10 жителей. В общем-то, теперь, наверное, сначала дамбу. А потом буду театралку, наверное, делать. Тем более, тут, видите, уже ферма разрушена. Как раз вот на этой реке. Так, переключаемся на производство чисто. Ничего не поменялось. Почекуток объявил войну русскому. Ну, кстати, захвачен Кадис. Нет, по-моему, Кадис по лояльности отвалился, да? Это сейчас испанец его пытался, наверное, забрать. Потому что я не вижу, чтобы война была с инком. Мне кажется, надо с кем-то тут еще союз заключить. Надо посмотреть, куда корабли подороже бегают. Блин, сколько тут лояльности. Если я сейчас убью этого... Слушай, а очень мало наносится урона. Хотя бы пограблю тогда, если он опять отвалится к японцу. Так, есть торговец. И можно строить какой-то район. Я хотел вот здесь акведук. Давайте акведук на производство. А потом чуть позже решим... Наверное... А, решим. Не знаю пока. Доступные пути. Ну вот, смотрите, в Аделаиду, например, на... Давайте с этим... Заключим... Союз с австралийцем. Наверное, научный. Так, и вот теперь... Из Уильи или из Певена давайте. Вообще, мне в Певене надо не акведук строить, а... Разве 17 ходов? Тогда сначала акведук. Потому что он добавит производство. Так, где может быть последнее Цива? Есть храм. Покупаем Гурдвару. Не хочу пока вот это покупать. Потому что Вера... Нужна на Гурдвары, как я и говорил. Ну, город... Может... Ну, я не хочу и строить их. Потому что, видите, можно заверу купить. Акведук и дамбу не хочу строить. Потому что не понимаю пока где. Но тем более, что тут дамба будет... А, хотя может отдать эту клетку... Ну, тут, наверное, побыстрее дамба. Да, 13 ходов. А, давайте тут просто... Оказание помощи сделаем. Сколько ходов? Блин, а его убьют же. Да не, пока не убивают. Нижний Новгород отвалился в мою пользу. Блин, вообще ненужный город. Просто... Хотя тут кампус на плюс 3. А я, наверное, оставлю себе. Так, теперь я думал, тут Акведук, а тут дамбу, да? Давайте сначала Акведук. Еще Гурдвара и Мастерская, пожалуй, в этот. Тут потом... Видите, растет город нормально. До 13 вырастет. И гавань я тут поставлю в итоге все-таки. У меня минус 1 дипломатия. У меня очередную сессию Конгресса созывают. Блин, надо, кстати... Так как я зал для приемов починил, надо опять там... Представьте, на что сползают блестящие умы моего народа. Не представляю, на что. Покажите ваш блестящий ум. Вы создаете империю, подобную восходящему солнцу. Ослепительную и могущественную. А че ж ты меня осуждаешь тогда? С одной стороны, я осуждаю. Такой, ну, этот... Биполярочка. Тут осуждаю, тут восхищаюсь. Давайте окажем помощь Менелику. Вообще не возражаю. Что у нас вообще с дипломатическими очками? О, меркантилизм. Я наконец-то могу... Так, перемещение на дружественной территории. Плюс 4 от всех торговых путей. Тори и Дебилен, Капер. Лагеря получают производство пищи. У меня там немного чисто на свиньях, по-моему. И лесопилки в тропических лесах. Но ничего менять не буду пока. Или вот здесь поставить... Ход на дружественную территорию, как-то тоже классно. Или поставить треугольную тор... Не, наверное, довольство надо оставлять пока. Довольство надо оставлять. И посмотрим, что у нас в дипломатической победе. Хамурапи 5. У меня... Один. Ну, такое. Тут все ремонтируем. А, тут... Тут ферма есть. Выглядит как будто... Сломана. Интересно, а могу я японцу там отремонтировать? Потому что она будет и на меня влиять тоже. Есть дамба. 8 производства. Город растет. Библиотику давайте. Есть кампус. Ну... Вообще амбар скорее хочу. Нехватка роста. Может тут еще купить... Рабочего и вот это все обработать? Да, наверное, давайте так и сделаю. Эту... Вот эту клетку на всякий... Не, тут еще Франкфурт, кстати... Не, давайте выкуплю на всякий случай. Мало ли. Ну, его нафиг. Так, это я в Австралию отправляю. Наверное, крабов надо обработать. Или вот эту еще на производство. Вот эту давайте. Он явно эту клетку будет обрабатывать. Так, ну давайте ломать дальше. 115 науки. По-моему, приятненько. 230 золота. Мне кажется, он... Я не могу Гагу взять. Он сейчас отвалится обратно к Японцу. Три хода осталось. Делать открытые границы с Вавилоном или не делать? Кстати, у кого-нибудь Ресы есть лишние? Два меда у русского, два мрамора у Кореи. Нормально. Так, а у Кореи? Все, смотрите, я всем поторговал. Отлично. У меня всех ресурсов по одному. Арена в Кахоке. Больше пока тут строить нечего, да? Сиди там, Ани. Так, ну можно вырасти вообще-то. До десяти. Давайте, наверное, строителя. Или оказание помощи тоже сделаем. Что там вообще по военной помощи? Вообще никто не оказывает. Ноль. Осталось 12 ходов. Давайте оказание помощи. Там неплохие. За первое место два очка дипломатической победы. 100 единиц мирового влияния. Храм есть. Покупаем Гурдвару. И, наверное, мастерскую. Так, теперь в рост. Меркантилизм открыли. Там у меня рабочие стояли, ждали своего часа. Монархию не хочу. Ну, давайте строительную инженерию, наверное. Нужен ли национализм? Или рациональность? Ну, мне кажется, рационализм меня просвещение должен как-то скоро ускорить. У меня два точно уже было. А вот сейчас торговца получу. Ничего не хочу менять пока. Так, в городах надо пройтись. Рост. Пофигу, честно. Видите, не меняется вообще ничего. Тут можно на производство. Потому что нету жилья для роста. Как раз надо акведук построить так. Еда, производство. Еда, производство. Еда, производство. Ну, зашибись. А я куча отвалилась все-таки. Так, лошадка прискакала. Давайте, куда мы его вассал... Этим гарнизоном. Наверное, Вангхорт Хом. Пределим пока. Катакуин Испанец построил. Ну, Возрождение еще не заканчивается. Еще давайте... Сейчас начнется ход. Надо глянуть. Ну, я реально единственный в Возрождении в Золотом веке. Просто единственный. Не хочу я убивать Арбалет. Просто это снизит лояльность. И следующим ходом. Да, ага, ага. Нет, еще два хода. Ну, давайте тут тогда... Еще раз грабим. И вышли в индустриализацию благодаря этому. Мне кажется, я не могу следующим ходом захватить. Ну, посмотрим. Посмотрим. Так, рыбы тут есть. Может, скот купить? Или лучше эту клетку... С лесом для Женевы. А скот потом сам уже как-нибудь присоединится. Так, что с углем? Прям город на угле... Нет, шахта на угле уже есть. Раз. Еще одна шахта прямо на угле. Два. И третья шахта. Ну, это я хорошо заглянул, конечно. Двадцать шесть, сорок шесть. И что я хотел сейчас посмотреть? Я же говорил, что вначале... А, где кто находится в техах? Мы тут в промышленной зоне. А Австралия, Инг, Корея и Колумбия вот здесь находятся. Ну, я бы не сказал, что я сильно отстаю. А по культуре... И по культуре тоже. Нормально. Нормально идем. Вообще, с универами уже, в принципе, можно... Хатусу там никто не захватывает. Вроде нет. Давайте-ка в Хатусу двух отправим. По-моему, у меня два... Ну, сколько-то универов точно есть. Вунцу еще рановато. Так, вот тут я, кстати, хотел сначала фермы. Вот тут что... Такой сделать четырехугольник. Так, кроме того, у меня вот здесь стоял чувачок на тропические леса. Где-то у меня еще есть рабочий, который просто стоит. Не, нету. Все рабочие на работе. Молодцы, хвалю. И португалец. Не могу найти... Последнего... Чувачка. Ну, судя по... Ну, хотя вот у него... Давайте вспомним, кого я ставил. Кто это может еще быть? Япония. Я же знаю, какие тут цивилизации, правильно? Кто там поломанный? У нас Австралия, Колумбия. Это все есть. Александр. Научные все. По-моему... По-моему, Виктория английская будет. Если я ничего не путаю... Будет английская Виктория. Так, давайте сначала книга печатания, чтобы увеличить дипломатическую видимость со всеми. Потом, наверное... А потом, наверное, давайте в авиацию прям. Просвещение надо открыть. Мне надо третьего великого человека. Ну, через семь ходов вроде как торговец, видите, пишет. Будет. Через семь ходов... Ну, я этого инженера пропущу. Платоводец. Ничего такой. Универвимая пуря закончили. Ну, фабрику. Видимо, давайте на рост. Тут рост быстрее. Фабрика. Коник стоит. Лояльность получает. Сейчас хочу... Посмотрим. Еще... Еще ход Гага не отваливается. Но она будет меня обстреливать, конечно. А нет, его там убил японец. И Гага, кстати, самурая обстреляла, а не меня. Так, ну давайте смотреть. Сначала подходят... Прочники... Арбалетчики и два раза стреляют. Давайте этим ход поскачем, откроем, что тут есть. Вот и Роттердам. Роттердам, Гага, Харлем, Неймиген. То есть, это все города Нидерландов бывшие. Не знаю, как ее тут забрали. Ну, конечно, Гага выглядит грустным городом, но все остальные вроде нечеток. Не, ну тут... Если бы была осадная башня чуть раньше, можно было бы, наверное, забрать. А так чуть-чуть не хватает забрать Гагу. Чуть-чуть. Наверное, в Женеву верну. Так, какой тут... Эти две обрабатываются. Все верно. Наверное, крабов все-таки стоит. Это еда. Или камень выкупить. Давайте, наверное, камень. Это и еда, и производство. В этом городе больше еда производства нужна, чем... Хотя тут какой-то остров еще. Надо посмотреть. Надо открытые границы с португальцем просить. 2300 денег. Давайте глянем, что тут у людей по деньгам. Ну, у португальца 2400 денег, 1000 веры. 1200 веры у американца, 1600 у испанца и 1000 у немца. Хотя удивлен, что у русского не очень много. А как вообще по религии? Византия 70... Сколько вход? 190 вообще-то у русского. 165 у... Не знаю, откуда у Колумбии. Я понимаю, откуда у России и у Фиопии столько веры. Колумбия как себе это набило? Вообще без понятия. Не, ну норм. А как по религиям вообще? Православие 21, Эфиопия 25, да, сизм Россия. О! Дао! Русская дао. Блин, почему... А, так у меня не синтеизм, у меня конфуцианство. Я постоянно его синтеизмом называю. Ну, у Вавилона 0. Короче, он основал религию, но не смог. Буддизм 29. Кстати, буддизм это больше... Не, католицизма даже 30 у Колумбии. И удастся... Иногда, кстати, побороться. Но я хочу Гурдвары сначала везде построить, а потом уже побороться... Как я и говорил, у меня 4. Значит, тут есть Гурдвара, тут есть Гурдвара. Тут есть Гурдвара, тут храм пока строим. Вот тут везде Гурдвары сделаю, и будем распространять еще конфуцианство. По городам и весям. Но я думаю, что это вы уже будете смотреть в следующей серии. Спасибо, что смотрите. Напоминаю, еще не забывайте делать клипы, пожалуйста. Делайте клипы и кидайте ссылку в комментарий к этому видео. Вы иногда еще говорите, что они пропадают. На самом деле, просто YouTube скрывает все комментарии со ссылками, но я их вижу. Я их вижу и потом публикую, не беспокойтесь. Спонсоры канала следующую серию уже могут во вкладке сообщества поискать. Спасибо им большое за поддержку. Ну а для всех остальных она выйдет завтра. Спасибо, что смотрели. Спасибо, что комментируете. Играйте в умные игры. Всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок